Если пришла повестка, у вас есть несколько дней, чтобы уладить все дела и лучше действовать незамедлительно. Первое, что нужно сделать, подумать, кто может распоряжаться вашей недвижимостью и счетами в банках. И дело тут не только в доверии, но и в том, чтобы этот человек впоследствии не был мобилизован. Это может быть супруга, если она не медик, мать или сестра. Нужно обратиться к нотариусу и составить на этого человека генеральную доверенность. В этой доверенности, соответственно, нужно оставить те полномочия, которые нынче военнослужащие считают необходимым доверие. Это распоряжение имуществом, если он, конечно, готов на это. Это обязательно полномочия, связанные с банками, потому что, например, если есть ипотека, чтобы доверенное лицо могло гасить эту ипотеку, чтобы могло распоряжаться денежными счетами в банках, если военнослужащий считает необходимым полномочия доверить. Это все полномочия, связанные, например, с представительством в судах. Представим себе, что пока его не будет, его семья прольет соседей. Квартира находится у него в собственности, соседи обратятся с иском. Как он будет свои интересы защищать? Если вы считаете, что вас мобилизовали неправомерно, в доверенности нужно прописать и возможность для близкого человека отстаивать эту сторону вопроса. Прописать все полномочия, связанные со спариванием решения, с призывной комиссией, с военно-медицинскими комиссиями, для того, чтобы близкие могли обращаться в правоохранительные органы, в суд, чтобы обжаловать решение. Также обязательно в эту же доверенность мы включаем полномочия на доступ к медицинской тайне, потому что если что-то с лицом произойдет, чтобы то лицо, которому было доверено, могло получать доступ как к медицинским документам, так и к сведениям о состоянии здоровья, потому что все мы знаем, что есть медицинская тайна, и никому, в том числе родственникам, без согласия больного, такие сведения не представляют. Все-таки человек уезжает в серьезную работу, где он может в том числе оказаться без сознания и так далее, и вот эти сведения должны быть у близких. Еще один документ, который вы должны оформить помимо доверенности – завещание, но оно нужно только в том случае, если вы хотите оставить имущество не тем лицам, которые являются прямыми наследниками, либо распределить между ними имущество не так, как это делается по умолчанию. Кстати, при предъявлении повестки или мобилизационного предписания нотариус вас примет без очереди и пошлину за составление документа не возьмет. И имейте в виду, что пользоваться телефоном с интернетом в зоне СВО нельзя, а значит лучше оставить родным логины и пароли от важных сервисов, вроде госуслуг и мобильных банков. И еще один важный момент – в среду Госдума в третьем чтении приняла закон, который дает мобилизованным кредитные каникулы. Если на военнослужащего или на члена его семьи, это очень важно, то есть, например, на супругу, оформлен кредит, в том числе ипотечный, то по заявлению военнослужащим ему предоставляются так называемые кредитные каникулы, то есть на время призыва по мобилизации, пока он не закончит, и это относится не только к мобилизованным, но и тем, кто пошел к добровольцам, либо к военнослужащим по контракту, выполняют задачи специальной военной операции. Соответственно, им предоставляется кредитный каникул на время военной службы. Также, если вдруг военнослужащий его убьют, либо он погибнет от ранения, либо он станет инвалидом первой группы в результате полученного ранения, таким военнослужащим кредит спишут за счет банка или за счет МФО, то есть кредит погашать не придется. При наличии кредита мобилизованный должен сообщить о своем отъезде банку в письменном виде и предоставить подтверждающие это документы. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.